Субтитры делал DimaTorzok Привет, народ! Да что, привет! Я уже здесь два часа хожу, любуюсь и облизываюсь вот на этот шаг. Жень, кстати. Всем привет! Жень, расскажи, что вы тут намудрили на нем? Столько всего сделано, честно говоря, я слегка обзавидовался. Машина приехала к нам на тюнинг. Сейчас пойду по списку и по машине рассказывать, что в ней было сделано. И такие переделки мы планируем еще сюда привезти, потому что машина до конца не доделана, находится в процессе работы. Наверное, первое, что может... Машина пришла сюда голая с завода. Да, да, да. Машина пришла в голову к заводу и мы ее полностью отрабатываем. Сейчас расскажу. Первое, что бросается в глаза, это крюк. Здесь у нас спрятана лебедка. Бесполезная вещь, я вам скажу. Но, тем не менее, для успокоения души владельца она была поставлена. И она у нас скрытая лебедка, находится постоянно здесь, под сиденьем водителя и пассажира. И абсолютно никак не мешает. В общем, вы ее не видите, не слышите, но она у вас есть. То есть душу греет? Да, душу греет. Понятно. А можно посмотреть, что ее правда не видно? Обязательно. Посмотреть на невидимость. Можно посмотреть. Ее совершенно не видно. Лебедка находится вот здесь. О, тут есть дырка. Отверстие, простите, да. Сделан лючок для доступа к органам управления лебедки. Чуть-чуть уменьшился бардачок. Да, пришлось немножко его урезать. И трос спокойно у нас спрятался под полом ногами пассажира. Что абсолютно не мешает ни одному, ни второму. Ни при заходе, ни при выходе из машины. Замечательно. Получается, герметично закрывается. Здесь достаточно. Резинка закрывается. Плюс. Для того, чтобы можно было проводить и боковые, и прямые движения. И он у нас герметично притягивается лебедкой. Вода не попадает. То есть, многие могут спрятать как так. Проверили корпус, торчит трос. Ну да, вот как резиновый гляд. Мы сделали резиновый уплотнитель. И когда вы лебедку поджимаете, он полностью туда заходит. Проводили эксперименты. Мы плавали, моряли. Вода абсолютно не попадает. Замечательно. Еще я вот смотрю, тут у вас установлен замок. Да, на передней и на задней дверке у нас был установлен замок. По профилю владельца. Ага, теперь вы уже не доберетесь? Уже не так просто попасть в эту машину. Да. Значит сразу, пока мы возле передней части находимся, люк. Машина пришла с завода без люка. И я думаю, вот отсюда можно показать. Можно показать отсюда. Опа! Ой, больной старый человек. Да-да, ребята, с каждым походом я гнусь все хуже и хуже. Так что надо наслаждаться моментами, пока мы можем еще ходить, гнуться и вообще что-то делать. Так. Вот он люк. Иллюминатный. Люк из пластика. Я чувствую. Чувствую это. Люк пластиковый, утепленный, с удобной ручкой, с оплотнителями. Достаточно удобно, но я не буду в кроссовках вставать. Но, в принципе, все то же самое, что и у нас стоит люк. Ну, я имею в виду по объему, по удобству. Да, люк мы сделали сами и разрабатываем их сами. Это ваша разработка? Да, это наша разработка. Мы его сделали четко по крыше кабины. То есть максимально полезное пространство было использовано для того, чтобы более комфортно можно было вылезать не только одному, но и вдвоем. Женя, такой вопрос. Вот у меня, допустим, машина находится в Якутии. Могу я заказать этот люк и вы можете мне прислаться с какой-то инструкцией для того, чтобы я его самостоятельно был? Да, конечно. То есть с нового года мы стали разрабатывать установочные комплекты для отправки, которые сопровождаются полной инструкцией с пошаговым установкой того или иного изделия, которое мы отправляем. Замечательно. 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 Ну что ж, на штанг уходит погружение, а я закрываюсь. У меня слезали. Да, здесь. Ребятки, я чувствую, здесь может еще один блогер появиться с такой-то ручкой для камеры. Ай-яй-яй, надо открутить тихонечко, пока все отвернутся. На самом деле, эта ручка является дополнительным удобным для доступов к кабину. На ней просто удобно держаться и подвязать. То есть мы можем обратить внимание, пока находимся здесь, на переднее сиденье. А, да, кстати, они необычно красивые. Да, салон всего автомобиля, как и кабина, будут обшиваться вот такой тканью. А что это? Это ткань Oxford. Из нее изготавливают палатки, спальные мешки. Она абсолютно не пропускает воду. Ее можно мыть, можно стирать. Она учетчивая к внешним повреждениям. То есть специально походная ткань разработана для обшивки салона этой ткани. Да, ткань была до этого разработана. Да, мы ее применили в данном автомобиле. И можем проводить вообще обшивку и отделку салона любой ткани по желанию клиента. Да, в данном случае остановились именно на ней. Сиденья обшивались. Мы сделали дополнительно как боковую поддержку, как и поясничный упор. Потому что добавили больше комфорта к заводским сиденьям. А стразами можете? Да, можно. А то и жене, может, на 8 марта, думаю. Может, она все-таки сомнез будет лезть? Так, что здесь еще? Спереди у нас что-то еще есть. Ну, вот эти боковины тоже будут. Все, да. Сейчас вот в процессе все у нас будет обшито вот таким материалом. С утеплителем мы добавляем тепло-шумную изоляцию в автомобиль. Замечательно. В данной машине мы поставили помпу для откачки воды из трюма. Здесь вы можете наблюдать сливное отверстие, откуда у нас выталкивается вода. Значит, помпу используем специальную, которая не подвержена действиям бензина или масла. Потому что вся жидкость, которая попадает у нас в трюм, она наполнена гальчисмазочными веществами. Наверное, какая-то помпа для катеров. Абсолютно, да. Абсолютно верно. Это у нас лодочная помпа. Мощность этой помпы 67 литров в минуту. А помпа автоматическая или принудительная? Нет, мы убрали автоматический клапан. Потому что машина у нас во время движения преграды, то есть крены испытывает достаточно большие. Этот датчик включается. Да, датчик будет включаться. И помпа будет работать в холостую. Поэтому здесь принудительная стоит клавиша включения помпы. Хочу отметить, что помпа где-то таких размеров. Так, ну вот, вот так выглядит у нас салон Кунга. Все находится в процессе обшивки. В этом шерпе у нас вот такое исполнение спального места. Здесь диван. Если надо, спинка его поднимается, фиксируется. И мы получаем кресло, как в обычном автомобиле, где пассажиры располагаются по ходу движения машины. Смотрят вперед. Также мы перешили матрасы, обтягиваем боковины. И впоследствии у нас будет вся машина, весь Кунг вплоть до потолка обшив такой тканью и утеплителем. То есть будет веселенький? Да, он будет веселенький. Здесь сделали также, если вы видите, светодиодное освещение Кунга. Оно регулируется у нас сенсорным диммером. Все простое. Еще в задней части автомобиля мы сделали крепление для съемной лебедки. То есть это лебедка, которая в квадрат вставляется? Да. Американский квадрат, грубо говоря. Американский квадрат. То есть также здесь можно к нему будет прицеплять. Сделаны под все стандарты любой прицеп, если вдруг вам понадобится. То есть стандартный фарклуб. Да, вставляется сюда, да. Труба стандартная. Шерп может сам свой прицеп взять, подцепить и утащить. Да, или куда-нибудь разгрузить машину. В общем, прошла машина, тягачится. Лебедка из себя представляет вот такую конструкцию. Сделали площадку специальную. Вот, ребята, так ставится съемная лебедка. Вот она поставлена в квадрат. Проводами перекидываем через борт. И вот здесь, с внутренней стороны. Силовая розетка, да? Выведена, да. Силовая розетка, которая имеет степень защиты плюс. Отключаем плюс в кабине принудительно. То есть, ну, так вот, подстраховываем. Замечательно. Жень, что вот это за лестница? Куда она ведет? В какие небеса? Эта лестница у нас особая. Я думаю, что в объектив камеры уже попала наша верхняя конструкция, которую мы построили над книгом багажника. Пожелание клиента было сделать удобный багажник, на котором можно что-то перевозить, а также на котором можно спокойно подниматься, забираться и использовать пространство на крыше не только для перевозки, но и, допустим, для охотки на стоячем вездеходе, для рыбалки где-то в открытой воде, но обязательно на стоячем вездеходе. То есть, я сейчас теоретически могу туда залезть и увидеть медведи или ося. Ты можешь это сделать практически, не только практически. Хорошо, я пошел. То есть, лестница предусмотрена так, что если вы находитесь в воде, откидываете этот борт и не испытывая никаких проблем, спокойно с задней дверцы залезаете наверх. Я полез? Есть еще ягоды в ягодицах. И похер в похерицах. Ну что ж, что я могу сказать? Забраться можно. Здесь удобно. Достаточно большая площадь. Медведей я, правда, не вижу. Лося тоже. Наверное, не сезон. Вот такой у нее вид. Имеется превосходный, блестящий. Ну, насколько я знаю, она будет покрашена в неприметный зеленый военный цвет. Вот так вот. Вот, кстати, так выглядит люк сверху. Очень аккуратно. Люк герметичный, хорошо прилегает. Могу? Могу еще? Рано, Герасим Васильевич, списывайте. Давай-давай, ты сможешь. Опа! И он смог. Ну и как еще одно дополнение, мы установили светодиодную фару назад, потому что сзади не хватает освещения не только при движении назад, но и ее можно использовать для подсветки лагеря. Ну, при стоянке, да, можно использовать. Это будет, наверное, достаточно удобно. То есть, место размещения и проектировка багажника была сделана такая, чтобы оставить зазор между кунгом, чтобы поместилась туда светодиодная люстра. При движении где-то чаще в лесу, чтобы никакие ветки не сбивали ее и не снесли ее. Вам маленький лайфхак. Можно было еще спроектировать так, чтобы туда влазила 20-ти литровая экспедиционная канистра. Маленькие кронштейны сделать, можно туда еще 4 канистры. А это почти 80 литров чего-то горючего. Хочешь вездеход, хочешь в себя, куда хочешь. Ребят, также здесь установлена композитная защита, как и у нас. Что я считаю очень не лишним на вездеходе. И, как вот мне сказал Женя, вездеход будет перекрашен в другой цвет, пока в какой мы не знаем. По желанию клиента, хоть стразами. Что я могу сказать? Молодцы. Молодцы. Проделана нормальная работа. С чем-то я не согласен с какими-то моментами. Какие-то одобряю. Но это все по желанию клиента. Так что, если вы захотите, хоть вам телевышку сделают на крышу. Ради бога. А еще и корзинку для хлеба. Ну, за хлебом есть. Ну что же, большое спасибо тебе за такую экскурсию. Тебе спасибо. В принципе, мы миссию Жуков гараж выполнили. Рассказали вам об интересной модификации. Наверное, это какая-то модификация. Не знаю, лютый лесник. Что-то такое. Ну, хозяин сам его как-то назовет. Хозяину, кстати, привет большой. Всем пока. Спасибо за внимание. Пока, ребята. Вот только что вы видели эту машину. Какой она была две недели назад. Сейчас мы вам хотим показать, что из нее сделали. Готовый вариант уже. Вездеход был заново покрашен Раптором. Сделаны вот такие ящики транспортировочные. Непонятно, что будет транспортировать. Ну, как бы это по желанию владельца. Вот так вот он выглядит сзади теперь. Ну что, я думаю зайдем внутрь. Посмотрим, что же там изменилось. Потому что все самое интересное внутри нынче. Открываем дверцу. Ну вот, посмотрите. Вот такой стал салон. Вот такой вот он. На самом деле, ребята, дверцу сняли. Потому что она еще дорабатывается. Там есть кое-какие доделки. Меня никто не ждал. Но я так неожиданно появился. Чтобы, ааа, вдруг какой косяк найду. Сейчас я найду что-нибудь. Потому что в нашей бочке меда должна быть капля дегтя. Кстати, приятно пахнет новым шерпом. Обновленным, тюнингованным. Жуков гараж, видать, в матрасы вшивает какой-то ништяк. Запах дома, что ли. Получился вот такой, не побоюсь этого слова, офигенный шерп. Смотрите, вот такие светодиодные ленты стоят. Все обшито, причем вот такими симпатичными ромбиками. Здесь у нас окно закрыто. Это вот сенсор модный. Проходимость не влияет, но светит хорошо. В общем, вот так ребята сделали. Здесь тоже люк, он закрыт утеплителем. Окна закрыты утеплителями. Здесь шторка тоже. Окно вот это, оно тоже закрыто утеплителем. То есть можно вообще хорошо зимовать. Мы тоже, кстати, хотим такие утеплители сделать вот на это место. Здесь тоже есть шторка, вот как у нас. Только она вот в таком же стиле вся исполнена. Вот в таком же стиле сделана. Ну что я хочу сказать, уютненько. Уютненькая расцветочка такая прикольная получилась. Здесь уже установлена радиостанция двухдиапазонная. Вот из таких доделок. Вот по салону, конечно, интересно сделано все. Единственное, я бы вебасту перенес на внутреннюю часть, потому что управлять ее нужно, когда ты находишься в кунге, отапливаешь. То есть управлять удобнее здесь, чтобы она где-то стояла. И желательно стояла повыше, потому что у нас вот внизу она стоит, и мы ее постоянно руками, я ее тыкаю, задеваю. Поэтому вот на это надо внимание обращать. И уж так вот, со своих скромных 650 моточасов, этих люто часов, осмелюсь посоветовать такую вещь. Сидульки прикольные, тут боковые поддержки. Боковые поддержки разработаны, то есть более агрессивно сделаны. Вот Женя у нас. Ну что ж, прикольно. Люк уже тоже обшит. Все обшито, все, в принципе, металлические детали. Вот здесь надо сделать тоже какую-то мягкость, потому что вот об это место очень хорошо, удобно набивать шишки. Мы у себя это сделали и ни разу не жалеем. Но это, как говорится, со временем все приходит. Это несложно сделать. Сейчас мы заберемся, ребята, еще на крышу. И я вам покажу, что сделали там, какой там сделали рундук, что изменилось, прибавилось. В общем, машину освежили, облили раптором, таким шагренистым раптором. В салоне она стала прикольнее. То есть такая веселенькая, уютная, действительно, вылазить не хочется. Глаз не напрягается, не темно в ней, и в то же время не видно каких-то, может быть, грязных пятен или еще чего-то. То есть решение такое интересное. Вот это вот решение тоже интересно сделано. Мне нравится. Как мы уже показывали, здесь раскладывается полностью кровать, и она оформлена вот в таком же стиле. Все то же самое сделано. Это все на липучках стоит. Материал просто приклеен к металлу, но приклеен не на простой клей, а на автомобильный клей. 2-3 слоя наносится на металл его, потом наносится на ткань снутри. И при определенной температуре утюгом уже делается приклейка именно материала. Такую технологию используют ведущие автопроизводители. Как бы интересная вещь, мы не знали, тоже у себя попробуем так сделать что-то. Вот здесь вот тоже приклеено вот это. Все вот эти вот панели, они именно сделаны вот на таком клею. Вот здесь видим два тумблера. Вот здесь у нас включается помпа, которая забирает воду из трюма. А вот этой клавишей включается задний свет, задний рабочий свет для того, чтобы подсветить стол или поляну, там лагерь. Что еще? Маленький лайфхак, ребята, вот крепление надо делать радиостанции не такое, а на неодимый магнит куда-то вот здесь спереди. Чтобы не глядя можно было, это в принципе в машине везде можно делать, чтобы не глядя разбросили, она прилипла. Надо поговорить, взяли рукой не глядя, опять же поговорили, бросили, она опять прилипла сюда. То есть вот такая вот вещь. Замечательно, что ж, молодцы, Жуков гараж и доделки становятся все лучше и лучше. Ребята набивают руку, используют последние технологии какие-то. Мы себе тоже что-нибудь внедрим подобное. А может даже в Жуков гараж приедем, скажем, а ну-ка сделайте нам на тест что-нибудь, чтобы мы оторвали, отломали и вам рассказали, как делать не надо. А может и не сможем оторвать и сломать. Скажем, молодцы. Здорово, здорово. Сеточки появились такие багажные, ну какую-то мелочевку кидать. Вот видно как раз розетка для лебедки вот так закреплена. Ну и сейчас салон весь в принципе вытащили для того, чтобы все это грамотно собрать. Вот мы выходим. А выходим мы, ребята, сейчас на крышу. То есть вот как вот уже говорили, ребят, вот с этой площадки прямо можно на воде где угодно выбраться на крышу. То есть поднимаемся спокойно и встали вот на этот багажник. Значит, что тут у нас интересного? Интересного много. Вот как туда пробраться? Я пока... Вот такой сделан огромный рундук-сундук. Выдерживает, да? Вот такой сделан большой сундук-рундук. Посмотрите, здесь кувалда, машка лежит, топор лежит, лебедка лежит. Все это закреплено. Посмотрите, все в креплениях. Ничего не болтается, все обшито изоляцией. Масло для пилы. Вот сама пила тоже, она закреплена здесь. Шикарно. Газовые амортизаторы стоят. Вот такой вот сделан сундук. Я аж завидовать начал. Вот так вот он закрывается. Ну что ж, в принципе, мы вам все показали, рассказали. Пишите свои комментарии, какие у вас произвело впечатление эти доделки, переделки. Какие, видите, плюсы, какие минусы. Ну и, конечно же, звоните в Жуков гараж. Ребята вообще любую мечту воплотят в жизнь. Спасибо. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока. 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 Пока.